Девушки отдыхают На сегодняшний день в гонке лидирует Аркадий Заварзин с рейтингом в 32%. Алена Ясеньева, специальный выпуск новостей. 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 Переговорили. Ни у кого нет никаких идей, с чем связано в убийство Заварзин. Более того, они утверждают, что это вряд ли связано с выборами мэра. От дополнительной охраны все наотрез отказались, включая Волкова. Ой, Галина Николаевна, видели бы вы начальника охраны Волкова Платона Духина? Вот такой мордоворот. Мы порылись в прошлом Волкова. Он поднялся на приватизации завода, работал начальником цеха, никакого криминала. Ясно. А что по киллеру? Ясно только одно, что это высококлассный профессионал и сработал очень чисто. База данных заказанных убийств очень большая, наши эксперты работают не разгибаясь. ФСовцы мне всю плешь проели со своей охраной. Так они мою бабушку защитить не смогли бы. На, вот он, прочитай. По почте пришло. Что это? 100 тысяч евро или правда выйдет наружу? Это что, шантаж? Да чушь какая-то! Требуют деньги принести лично. Промзона. Постойте-ка, а это не тот ли завод, ну, который раньше лично приватизировали? Да. Там, правда, от завода ничего не осталось. А чё это он назначил встречу именно в этом месте, а? Может, не в деньгах дело? Выманивают. Да и место там укромное. Не нравится мне всё это. Мне тоже. Продолжение следует... Помнишь убийство банкера Филимонова три года назад? Чё-то припоминаю. Тогда ещё заказчиком был его бизнес-партнёр. Точно! Киллера тогда не поймали, но заказчик дал достаточной информации, чтобы установить его личность. Заказчик для подстраховки вёл скрытую видеосъёмку передачи денег. Почему ты думаешь, что это наш киллер? А потому что удавка с добавкой Вольфрама. Полное совпадение с тем делом. Я провёл молекулярный анализ. Киллер, похоже, был так уверен, что на него тогда не вышли, что использовал такую же удавку. Вот и прокололся. Виктор Кожушка по прозвищу Витя Карлсон. Получил эту кличку за способность виртуозно проникать в помещение через окна и форточки. К заварзинам только так и мог подобраться. Похоже, это наш клиент. Витя Карлсон уже три года в федеральном и международном розыске. Витя Карлсон. В подмосковном Гукове приближаются выборы мэра. Наемный убийца получает заказ на убийство. Лидер предвыборной гонки, кандидат заварзин, задушен в туалете ночного клуба. Улики говорят о том, что исполнитель известный киллер Виктор Кожушка по прозвищу Витя Карлсон. Тем временем киллер получает второй заказ. КОНЕЦ Виктор Виктор Викторич Кожушка, 35 лет. Профессиональный убийца. Мастер спорта международного класса по стрельбе. В совершенстве владеет приемами рукопашного боя. Согласно оперативным данным, Витя Карлсон осуществил не менее 14 заказанных убийств. Однако прямых улик против него нет. Специалист по изменению внешности. Список используемых им фамилий и паспортов тянет, если не на роман, то на небольшую повесть. Сейчас его могут звать как угодно. Если он, конечно, жив. Заказ был очень серьезный. Киллеры могли ликвидировать после выполнения. Могли. Прошло два дня, мы топчемся на месте. Ждете нового убийства? И нового мотива. Кроме выборов у нас нет. Все кандидаты усилили свою охрану. Постоянного наружного наблюдения за ними мы не устанавливали. Ведем анализ их местонахождения по... GPS. По сигналам GPS в машинах, по мобильным телефонам. Ну, каждый из них из поля зрения, правда, исчезал. Пару раз. Результаты есть. Галина Николаевна, фотографии Вити Карлсона мы, значит, розыграли всем сотрудникам полиции Гуковского района. Гаишникам, водителям такси, водителям маршруток. Если кожушка в стране, поимка его, дело времени. В лесу он найдется, присыпанный, это, листьями. Листвой. Отлетался, Карлсон. Тот хорошо над ним поработал. Прям мясник. Тело обнаружили по анонимному звонку. Голос был сильно изменен. Ты смотри, прям звезда. Особо опасен при задержании. О сведу не скажешь, правильно? Угу. Думаю, заказчик его и грохнул. Слушай, его могли устранить сразу после того, когда начался активный поиск по ориентировкам. Угу. Ну, что стоять здесь? Грузите тело. Смерть наступила полтора-два дня назад. Но могу отметить сразу, что это не похоже на ликвидацию Саши вдруг ненужным киллером. Похоже, маньяк поработал. Пятиконечная звезда. Конечно, тело могли изрезать, чтобы скрыть что-нибудь. Ладно, закончив вскрытие, скажу точнее. Но подобные манипуляции над трупом все-таки почерк маньяка. Звезда. Что-то очень знакомое. Эксперты подтвердили. Это Виктор Кожушка. Еще под его ногтями я нашел биологический материал другого человека. По всей видимости, Виктор Кожушка активно сопротивлялся. Этого уже достаточно, чтобы определить ДНК предполагаемого маньяка. Чьи гоняешь? Ты представляешь, на трупе была найдена пластиковая карточка, ключ от гостиничного номера. Без логотипа и названия. Тихо, она считает, что Витя Карлсон мог скопировать этот ключ на болванку так. На всякий случай. Продвинутый какой. Нужно проработать все гостиницы, где двери открываются пластиковыми карточками. Не исключено, что Кожушка жил. Ни в Гукова, где убивал. В номере могут быть важные улики. Да такие гостиницы в Москве знаешь сколько? А может, он из Москвы мотался. Ты скажи спасибо, что он не комнату у Лукаша какого-нибудь снимал. Слушай, Рогозина права. Я нашел в архиве дело по маньяку, вырезавшему тела к своих жертвопатиконечную звезду. Правда, это было 15 лет назад. Хотя совпадение почерка абсолютное. И неуловимый маньяк наверняка не понес наказание, да? Нет. Маньяк пойман, а осужден на 20 лет. Некто Дорофеев Михаил Семенович. Я чего-то не понял. А где сейчас? Этот Дорофеев сбежал? Отбывает срок. Сначала исправительная трудовая колония номер 57 почитой. А примерно год назад приведен для отбытия остатка срока в колонию поселения. Там же почитой. Киллер, выполнивший заказ по устранению кандидата в мэры, вдруг сам становится жертвой. Причем, судя по почерку, жертвой маньяка, который орудовал в этих краях 15 лет назад. Ну, это же странно. А может, после перевода в колонию поселения Дорофеев опять за старое взялся? Ну, а что? Все-таки колония поселения, это, знаете, не зона. Галина Николаевна, только не надо говорить мне, что я должен лететь в Читу. Маловероятно, что Дорофеев побывал в Гукове, но проверить необходимо. Проверим. Надо не забыть крем для загара. Кожошка был убит выстрелом из арбалета. След попадания из стрелы попытались устранить. Отчасти с помощью вырезанной на теле звезды. Это объясняет, как удалось справиться с киллером такого уровня. Для выстрела из арбалета много сил не нужно. Характер порезов говорит о твердой руке. Звезда вырезана медицинским скальпелем. По гостиницам пусто. Все крупные мы исключили, а в мелких свои базы. Онлайн доступа у нас нет к ним. Копию паспортов они, конечно, делают, но документ наверняка левый. Нужно опрашивать персонал. В Гукове Кожушка точно лежал. Уже проверили. Поиск расширен на соседние города. Проходи. Ты что-то так сияешь? Дело раскрыл? Пока нет, но я нашел связь между маньяком Дорофеевым и выборами мэра. Очень интересно. Дорофеев работал на заводе. Причем начальником цеха у него был небезызвестный Волков, кандидат в мэры. Именно показания Волкова во многом привели к осуждению Дорофеева. А материальные улики были? У Дорофеева нашли золотую цепочку одной из жертв. Я вот о чем подумала. У нас есть образец ДНК, изъятый из-под ногти убитого киллера. Методики анализа ДНК стали использоваться только после 2000 года. Поэтому в базе есть пальчики Дорофеева, а ДНК нет. К чему ты кланишь? В США существовала практика сохранять образцы ДНК с мест преступления. И это позволило поймать ряд серийных убийц, которые годами убивали и оставались безнаказанными. А сохраняли еще тогда, когда анализов ДНК не проводили? Да, и именно это позволило им оправдать безвинно осужденных за преступления, которые они не совершали. Ты думаешь, что и у нас могли проводить нечто подобное? Не знаю, надо проверить. Лисисен долетел? Он позвонил после приземления в Чите. Я думаю, что уже до колонии добрался. Дорофеев твердит, что не виновен. Все эти годы он писал письма, жалобы. Но верить ему никто не хочет. Человек надломленный, полжизни просидел в камере. Образец ДНК взял? Взял, взял. Отлично. Спасибо. Будем ждать. Представляешь, улики по делу звезды частично сохранились. Даже есть образцы ДНК предполагаемого убийцы. Каким это образом? Принимали криминалистический опыт Запада. Еще в СССР, оказывается, консервировали улики. Особенно по маньякам и серийным убийцам. Это давно забросили. У нас есть образцы ДНК предполагаемого убийцы, пригодных для идентификации. Они просто лежат в архиве, законсервированы. Я их уже запросил. А что у нас по гостиницам? А вот по гостиницам пока ничего нового. В подмосковном городе Гукове идет предвыборная кампания по выборам мэра. От рук наемного убийцы погибает главный кандидат на победу в выборах. ФЭС выходит на киллера. Это Виктор Кожушка по прозвищу Витя Карлсон. Однако задержать Карлсона не успевают. Получив второй заказ, киллер погибает сам. На его изуродованном трупе вырезана пятиконечная звезда. Это визитная карточка маньяка Дорофеева, орудовавшего в Гукове 15 лет назад. Но Дорофеев был осужден и сейчас отбывает срок в колонии-поселении под Читой. Оперативник ФЭС отправляется в командировку, чтобы взять у Дорофеева образец ДНК. Ну, ясно, что Витя Карлсон ответственен за убийство Заварзина. А в развалинах он готовится к очередному выполнению заказа. Вариантов развития ситуации немало. Например, его мог заманить туда тот, кто заказал Заварзина, а потом устранить, чтобы замести следы. Но киллера могла выследить и ликвидировать службу безопасности очередной цели. Или он просто попался под руку маньяку. И по стечению обстоятельств маньяк справился с тренированным профессионалом. Невероятное совпадение. И все-таки почему у убийцы почерк маньяка 15-летней давности? Если маньяк отбывает срок, кому могло понадобиться действовать в его манере? В чем смысл? Маньяк, кто бы он ни был, пришел туда с арбалетом. Готов к встрече с сильным и опасным противником. С которым он не справился бы голыми руками. Если он даже и псих, то голова у него соображает. Но почему они встретились именно там? На заброшенном заводе Волкова? Сплошные вопросы. И ни одного логичного ответа. Возможности покинуть колонию Тарафеева не было. Да, сто процентов. Вылетаю. А ноутбук мобильный? Ты что, спал всю ночь? Нет, нет, нет. Я работал, я анализировал ДНК из спецхранилища. Ну и сравнил со свежим образцом и нашего киллера получил. Ну что выяснил? Что выяснил? Ну образец из спецхрана был загрязнен. Ее убрали с места убийства. И последняя жертва звезды девушка, она была, в общем, изнасилована, убита. Ну фактически смесь ДНК получилась маньяка и жертва. Ну не томи! Ну что не томи? Ну что не томи? Был бы чистый образец, сказал бы точнее. Ну а сейчас, ну где-то 50% маркера совпадения. Так значит, свежая ДНК или маньяка, или его близкого родственника. Если Дорофеев не мог выбраться из колонии, получается, близкий родственник более вероятен. Считается теоретически возможным унаследовать подобные наклонности. Что у нас по родственникам Дорофеева? Выбор небольшой. Его ближайший родственник, племянник, студент мединститута Денис Пантелеев. И его мать, родная сестра Дорофеева. Все, понятно. Так, а что с рейтингом, плотом? Растет уже 35%. Так, ну-ка, сделай погромче. Погибший киллер. Из его номера изъят целый арсенал. По мнению нашего источника, в правоохранительных органах кандидатам на пост мэра Гукова больше ничего не угрожает. В чем дело, босс? На, почитай. Что это? Опять что-то жидко? Да, его аппетиты растут. Мне нужно больше информации. Лет 15 назад на моем заводе, тогда еще был не моим, поймали маньяка. Ну, он там резал, убивал, насиловал, в общем. У него нашли кое-какие вещи жертв. Ну, на суде впаяли лет 20. Да при чем тут вы? Я был свидетелем. Маньяк вырезал на телах в жертв звезду. И в письмах звезда. До выборов пара недель. Я не знаю, что придумал наш шантажист, но его надо заткнуть. Ты понял? Все. Понял. Давай гони. С возвращением. Да, спасибо. ДНК Дорофеева у нас в лаборатории, наши головастики уже там работают. Ага, очень хорошо. А что по его племяннику Пантелееву? Денис Пантелеев, обычный парень, рос без отца. Мать умерла месяц назад. Есть девушка, Ирина Лесникова. Они учатся вместе в мед. Денис, ну, неужели ни одного обнадеживающего отклика? Ириша, пойми, ну, ты же сама медик. При моем диагнозе шансы на благополучный исход невелики. Врачи не хотят браться. Ну, лейкемию же лечат. А опираться за границей. Ты представляешь, сколько она стоит? Главное, не падать духом. Удавка, найденная в доме Рекожушка, задушили Заварзина. Она с Вольфрамовой добавкой. Как мы и предполагали, Витя Карлсон исполнитель убийства. Кто заказчик? Босс, с полицией слили инфу. Киллер, убравший Заварзина, был убит очень странно. На нем вырезали звезду. Как мы и предполагаем. Я не знаю. Я не знаю. Это что же, образец ДНК Дорофеева привезенным Лисицыным не совпадает с образцом пятнадцатилетней давности ни со свежим образцом из-под ногтей кожушка? Дорофеева использовали как козлоотпущение, а настоящий маньяк или затаился, или изменил метод. Получается, пятнадцать лет сидел невиновный человек. И никто ему не поверил. Не верю я в случайное совпадение. Маньяк, который сделал паузу в пятнадцать лет и вышедший на охоту, в развалинах натыкается на киллера. А, какая удача. Еще если вышел против Вити Карлсона, с арбалетом и скальпелем. Против него надо выходить с пулеметом, по меньшей мере. Удивительно, что этот Карлсон и его начальственные разрядки. Вот что еще. Развалина, где все произошло, это завод. Приватизированный Волковым. Что, это случайность? Что он вообще там делал? Так Волков против Дорофеева на суде показания-то давал. Опять Волков. Не бывает таких случайностей. Фу. У Дорофеева племянник есть. А кто такой? Денис Пантелеев. Студент, наверняка он шантажист. Ну, что думаешь? А что тут думать? Мочить студентика надо только аккуратно, вот и все. Что? Мочить беспредельщиков это одно, а это студент. Нет. Тут нужно взять живым, разобраться. Он писал письма, не он. Кто еще в курсе? Понял? Ну, замочить мы его всегда успеем. Я тут покопался, знаешь, что выяснил? Волков недавно делал пластическую операцию. Видимо, решил улучшить свой экранный образ. Это же возможность негласно получить образец его ДНК, там гистология, все такое. А образцы ткани наверняка остались. Известно в какой клинике? ФЭС расследует убийство кандидата на пост мэра подмосковного города Гуков. Но профессиональный киллер Виктор Кожушка погибает сам. На теле киллера вырезана пятиконечная звезда. Это почерк жестокого маньяка, орудовавшего в Гукове 15 лет назад. За преступление маньяка осужден и отбывает срок Михаил Дорофеев. ФЭС доказывает, что Дорофеев не маньяк. Тем временем кто-то шантажирует еще одного кандидата на пост мэра Волкова. На анонимных письмах шантажиста вместо подписи тоже пятиконечная звезда. ФЭС подозревает близкого родственника Дорофеева Дениса Пантелеева. Его же подозревает и Волков. Начальник охраны Волкова похищает Пантелеева. Смотри, как быстро наши сработали. В клинике нашелся образец ткани Волкова, изъяли и доставили. Запускай анализ ДНК. Буду на улице. Что вам надо? Отпустите меня! Полное совпадение ДНК Волкова и ДНК с под ногтей Виктора Кожушка. Киллера убил Волков. Подожди, а ДНК 15-летней давности? Значит, либо у Волкова родственная ДНК с маньяком, или он сам и есть маньяк со звездой. Кто? Кто, сенок, надо умел тебя меня шантажировать, говори! Кто? Вы меня с кем-то спутали! Ты, студент, ты мне сейчас все расскажешь. Босс! Босс! А? Тебе СМС-ка пришла? Какая СМС-ка? Тебе СМС-ка пришла? Ходил. Все еще хуже. У меня лейкемия. Точнее, не бывает. Нет, не надо приезжать. Продолжение следует. 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 Пусть они выходят. Ты маячок на тачку поставил? Меня спасла странная смс-ка, которая пришла Волкову. Это смс было отправлено с того самого телефона, с которого поступил анонимный звонок о трупе в развалинах. Субтитры сделал DimaTorzok Вы заказали за Варзина, своего основного соперника на выборах Волков. Мы это доказали. Боялись проиграть в честной борьбе, так? А может быть поговорим о делах 15-летней давности? Со счетов вашей офшорной компании были оплачены не только услуги киллера, но и счета швейцарской клиники, где в заточении много лет находится ваш внебрачный сын Артур. Ваш сын маньяк и убийца. А вы упрятали его в клинику и держите много лет. Мне вот интересно, а как же вам спалось все это время с осознанием того, что еще один невинный человек сидит на зоне? Дорофеев отбыл почти весь свой срок за то, чего он не совершал. Он так и не добился правды. Вы украли у него жизнь Волков. Вы также сломали судьбы еще многих людей. И я сделаю все, чтобы вы получили пожизненное. Это вам мое предвыборное обещание.